Здравствуйте! Тема нашего урока – историческая обусловленность формирования родоплеменной структуры казахов. Сегодня на уроке. Изучите предпосылки формирования родоплеменной организации казахов на основе анализа исторических периодов. Используйте понятие «культурно-генетический код» для оценки значимости культуры, обычаев, традиций родной земли. Исследовательский вопрос. Что такое культурно-генетический код и каково его значение? Простые и вечные вопросы. Кто мы и откуда? Куда ведет нас порой мистически туманный, а порой ослепительно очевидный дрейф истории? Ответить с исчерпывающей ясностью на эти вечные для каждого народа вопросы может только сам творец. Историк или писатель, взваливая на плечи эту нечеловеческую задачу, всегда рискует остаться в памяти последующих поколений наивным мечтателем. Но султан Абишевич Назарбаев в потоке истории. Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. Абайкун Анбаев, слово седьмое. Кочевнику очень важно было знать, откуда он происходит, с кем он связан. Поэтому всегда важнейшее значение для казаха имело место определить, из какого он рода, из какого он племени, из какого он жуза, где его корни. Великий индийский писатель, философ и поэт прошлого века Арбинрад Тагор писал, Корни – это те же самые ветви, только глубоко в земле, ветви – те же самые корни, только высоко в небе. Казахский народ – это большое процветающее дерево, его корни уходят в тысячелетнюю глубь веков, а ствол – это культурно-генетический код. Это характеристика особого вида взаимосвязей, включая социальные, исторические и биологические, между представителями определенной этнической группы или групп, образующих единую общественно-территориальную целу. Генетический код нации трактуется шире, чем биологическая взаимосвязь внутри этноса, интерпретация здесь также шире, чем семиколенная, шижире, разословная. Это должен знать каждый казах, каждый казах знает семь поколений своего рода, и это делает казахский этнос в выигрышном положении по отношению к другим народам. Божество народов дальше третьего поколения не знают свою родословную. Если говорить о биологической связи, конечно, биологические корни формирования народа очень большое значение имеют. В советское время генетика не очень-то жаловалась властями. Весьманисты-морганисты гонения были на генетиков, и целый пласт научный был исключен из области исследования. И это было несправедливым. Мы признаем, что генетическая память существует у птиц и у рыб. Рыба возвращается на нерест, туда, откуда она происходит. Птица, улетая в другие края, возвращается на место своего предыдущего обитания. Довольно-таки слабая высшая нервная деятельность у этих существ. Но безошибочно, без знаний по географии они это делают. Значит, генетическая память существует, а человек с его многогранным менталитетом, с его высшей нервной деятельностью, неужели он лишен генетической памяти? Конечно, это не так. Генетическая память глубоко коренится в народе, глубоко коренится в каждом человеке. Генетическая связь, генетическая память всегда играла очень большое значение, но не всегда в достаточной мере изучалась. Султан Бейбарыс был пленником, был невольником, стал султаном Египта, правителем, но оставался копчаком благодаря культурно-генетическому коду. Казахская система родопримых отношений является настолько естественной, природной и целостной, что может служить образцом построения гармоничного общества. В ее основе лежит генетическое происхождение человека, главной ценностью провозглашает семейные и родственные отношения, преемственность поколений. В синкретизме с природной средой формируется цивилизация казахская, формируются отношения между кочевниками. Принцип природосообразности полностью соблюден. Кочевник любит природу, он живет в ней в гармонии в полной. И поэтому создается очень жизнестойкая, очень целостная система. Огромное пространство, великая степь, кочующий народ. И вот генетический код именно позволяет создавать единую нацию, единую страну и успешно развиваться в течение тысячелетий. Человек, знающий свое происхождение, чувствующий свою кровную связь со всеми другими людьми и народами, не может иметь искаженное мировоззрение. Он не может чувствовать себя одиноким и оторванным от природы. И вся хозяйственная, экономическая деятельность людей должна быть направлена на укрепление этих отношений. Человек чувствует себя частью большой системы, человек чувствует себя носителем культурно-генетического кода. Лидер нации Нурсулан Абичевич Назарбаев отмечал, что условием модернизации в 21 веке является сохранение культурного кода. Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. Дает он и расшифровку, что понимать под кодом. Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов. Глубокие генетические взаимосвязи на евразийском пространстве весьма вероятны, поскольку Евразия – это исторический полигон кочевников, на котором они весьма активно перемещались на протяжении многих столетий. Хотя, как отмечают ученые и исследователи, знания о многих взаимосвязях сегодня утеряны. Наша задача – возродить эти взаимосвязи, преодолеть белые пятна в истории, чтобы максимально достоверно, подробно изучить культурно-генетический код. Потому что без понимания прошлого не осознаешь настоящего, не построишь будущего. Это говорил великий Альф-Раби более тысячи лет назад. Генетический код рассматривают также с точки зрения культуры. Есть определение «культурный код». Культурный код – это ключ к пониманию типа культуры, это уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков. Закодированная информация, позволяющая идентифицировать культуру. Сложнейшие процессы предшествовали появлению казахской культуры. И без проникновения в исконные архетипы, в очень отдаленные процессы этногенеза, процессы истории, мы вряд ли разберемся с тем культурным кодом. И подберем ключ к пониманию глубинных процессов развития казахской культуры и казахского народа. При изучении проблемы возникновения казахского народа надо обратить внимание на историю жизни древних племен, населявших земли Казахстана. Предками казахского народа являются племена, которые кочевали по территории современного Казахстана в III-II тысячелетии до н.э. Возникновение народа напрямую связано с развитием хозяйственной деятельности, появлением самобытной культуры, формированием языка, и это свидетельствует о непосредственном отношении к формированию казахской народности. Миллион лет назад появился человек на территории Казахстана. И все, что происходило, палеолит, мезолит, неолит, энеолит, эпоха бронзы, андроновская, бегозидно-дубаевская культура, эпоха железа, все это корни формирования нынешней казахской культуры, нынешнего казахского народа. Поклонение огню, духам предков, выращивание большого количества овец, лошадей, а Казахстан – это родина коневодства, использование их продукта в пищу свидетельствует о родственной близости жизненного уклада андроновцев и казахов. Даже парзотипом казахской юрты является круглое жилище андроновцев. Существует этногенетическая связь казахов с более поздними племенами, эпоха Железного века, Саки, Гунны, Уисуны, Кангюи, Сарматы и другие. Казахстан – это самый центр евразийского пространства, самый центр Евразии, это эпицентр культурного развития всего континента. Поэтому культурно-генетический код казахов, впитывая в себя весь конгломерат евразийского пространства, весь кочевой мир, весь номадизм, является очень сложным, очень многогранным и уходящим в очень большую глубину веков и даже тысячелетий. Великий Ахмед Байтурсынов, когда писал свое предсмертное стихотворение, там рефреном повторяется «Гордое я казах», но и он отсылает к более далеким предкам «я сак», «я гун». Он высоко ставил и ценил связь казахского народа с его далекими предками. То есть генетический и культурный код нации. Ученые отмечают, информация, знания, собственность, власть и ресурсы передавались по генеалогическим каналам родства. В зависимости от происхождения человек включался в определенную родоплеменную группу. От принадлежности к ней зависели его социальный статус, престиж и авторитет, место за столом, подарок и т.д. Второй вопрос, который задавали друг другу кочевники в пустыне, был следующим. А какого вы рода, племени, кто ваши предки? В этом случае два индивида точно определяли свое отношение друг к другу и взаиморасположение на едином древе казахской системы генеалогического родства. Старший в этой системе мог позволить себе менторство, шутливые отношения, а нередко спеси позерства, младший же был вынужден сносить свою неполноценность. Нередко возникали обиды и неприязнь, приводившие к конфликтам и столкновениям. Ученые считают, что непосредственное сложение казахской народности относится к началу тюркского этногенеза. Образцы хозяйственно-культурной жизнедеятельности тюркского периода позже стали общими для многих тюркских народов. Тюрки, Теле, Терек, их прародина является Алтай, нынешний Восточный Казахстан. В предгорьях Мустау и рождается это племенное образование, которое впоследствии стало ядром огромнейшего суперэтноса. И сейчас у нас множество тюркских народов, центральное место среди которых занимают казахи. Территория Казахстана постоянно подвергается миграции различных этнических групп. Центр Евразии, интенсивное этническое смешение, особенно в эпоху великого переселения народов, которые спровоцировали гунны. Затем тюркские племена. В эпоху монгольского нашествия монголы ассимилируются с копчаками, ассимилируются с местным населением, перенимают их обычаи, как собственно и многие другие народы входят в состав казахского этноса. Итак, множество народов, множество культур, множество цивилизаций. И все это сводится к единому знаменателю, который называется культурно-генетический код. Проверим знания, полученные на сегодняшнем уроке. Выразите свое мнение по утверждениям. Верно или неверно? Проверим себя. Первое. Верно. Второе. Неверно. Генетический код рассматривают с точки зрения культуры. Третье. Верно. Четвертое. Неверно. Именно все эти показатели свидетельствуют о родственной близости жизненного уклада андроновцев и казахов. Пятое. Верно. Шестое. Верно. Подведем итоги нашего урока. Культурный код. Это ключ к пониманию типа культуры. Это уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков. Это закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать культуру. В эпоху глобализации культурный код – это то основное понятие, которое позволит народу сохранить свою самоидентичность и уверенно строить будущее. Нурсон Абичевский Назарбаев условием успешной модернизации Казахстана в современную эпоху называет сохранение культурного хода нации. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok